В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Светлогорском центре культуры прошла благотворительная елка «Самая новогодняя история» для детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей и детей-инвалидов. Вместе с детьми и их родителями в благотворительной елке приняли участие член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Владимир Котович, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Игорь Товтын, а с наступающим Новым Годом детей поздравила председатель Светлогорского районного совета депутатов Людмила Величко. Дорогие ребята, искренне хочу пожелать, чтобы в Новом Году вас окружали такая же любовь и забота взрослых, как и в этом. Я хочу пожелать, чтобы вы сохранили и приумножили свое здоровье, чтобы в ваших семьях, где вы растете, где вы живете, был мир, покой, любовь и согласие. Ну а взрослым, конечно же, взаимопонимание, любви, тепла, доброты, финансового благополучия. И пусть в Новом Году у нас сбудутся все самые сокровенные желания, и этот год, 2022, будет намного счастливее, добрее к нам, и чтобы на нашей земле, нашей стране всегда был мир, покой и благополучие. С праздником! А затем на сцене развернулось новогоднее представление. К детям на праздник должен был прийти Дед Мороз. Но, к сожалению, он чересчур увлекся социальными сетями, и его засосала всемирная паутина – интернет. Спасти его пытались снеговик, елочка и конь Юлий. Герои попытались обвинить в случившемся Бабу-Йогу, но оказалось, что она уже давно превратилась в Бабу-Йогу и стала спокойной и доброй. Совместными усилиями Деда Мороза удалось спасти из пагубной сети интернета и вернуть его к детям. В финале «Счастливая история спасения Деда Мороза» прозвучала песня в великолепном исполнении воспитанников эстрадной студии «Лера». А после новогоднего представления дети фотографировались Дедом Морозом и другими действующими лицами зимней сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok